Всем привет! Сегодня понедельник и сегодня завершается третий тур РПЛ. Завершается он матчем в Москве на Лукойл-Арене между московским Спартаком и Крыльями Советами Самар. После двух туров, то есть последний матч третьего тура, то Спартак идет с одной победой и одной поражением. Ну а у Самары два поражения. От Зенита 0-4 и от Пуделей 1-3. В каком состоянии сейчас команды? Ну, Спартак находится в начальной стадии своего цикла. То есть мы победим, мы знаем, это новый этап, возрождение и тому подобное. Потом они приезжают в Питер, в Питер приезжает 24-го числа и хвастает. И говорит, что все пропало, надо менять тренера. Вот. Но сейчас пока начальный этап. Пока начальный этап и болельщикам Спартака кажется, что Спартак всех вынесет. Вот. Как играл Спартак в последнее время? Последний матч Спартак выиграл у дублирующего состава московского Динамо с счетом 3-0, да? Ну, а в РПЛ в первом туре Спартак проиграл 2-0 Оренбургу и выиграл 3-2 у Мертвых Химок. 3-1, 3-1 выиграл. Вот. Или 3-2, я уже не помню. Вот. Спартак в целом по составу не изменится, кроме того, что приехал Барка. Ну, еще плюс какой-то там Шабашник, Маркинис, Феринс Варыш. Ну, это чисто по распилу Старжин Станкович. Вот. Но во всем остальном у нас состав Спартака не изменился. Кроме того, что Соболев не играет. Ну, Соболев, давайте говорить прямо, что Соболев это игрок основного состава. То есть, минус один игрок основного состава по итогам лета, да? Ну, и еще, можно сказать, минус Пробос. Но Пробос не играл в прошлый сезон, да? Ну, минус Соболев это точно, плюс Барка. Вот. Вот. Такие изменения в Спартаке на данный момент. Защита не изменилась, она по-прежнему такая же дырявая. Вот. Но с приходом Барка у болельщика Спартака такие эмоции. Вот, вот, вот она, наш Мессия, Пророк. Мы тебя столько ждали. Мы по пустыне искали тебя, как евреи с Моисеем ходили, ходили. И вот, наконец-то, Барка, ты пришел к нам. Да, мы тебя ждали, да, да. Ой, Кос. Ах, Бог. Да, Барка, Барка, это сильнее Вендел. Вендел это не сыро. Это вообще никто по сравнению с Баркой. Барка, ой. Вот. Я люблю цифры и факты, а не эмоции. Это у женщин эмоции, а у мужчин цифры и факты. У них логика работает. Вот. А цифры и факты говорят о том, что состав Спартака практически не изменился. Вообще не изменился, кроме прихода Барка. Все. Ну, все ведь. Вот. А главная проблема Спартака, это оборона. А в обороне по-прежнему играют все наши клоны. Да. Рябчуки, Хулусевичи. Вот. Спартак играл со слабыми командами. Давайте говорить прямо. На Кубок играл с полуризированным Динамо. Да. С Химками во втором туре. Там такая непонятная у них победа была. Да. И сгорели по всем статьям Оренбурга. А Оренбург вчера 5-11 сгорел. С ССК. Вот. Поэтому, на мой взгляд, Спартак играл со слабыми командами. И сейчас с Крыльями будет тоже слабым играть. То есть сейчас против Спартака играет мертвейшие Крылья. Крылья этого в первом туре проиграли с Зениту 0-4. А потом проиграли Дома уже. То мы тоже Дома проиграли. Пуделям 1-3. Вот. И у Крыльев что-то не сдался в старт. Очень большие у Крыльев проблемы в обороне. Да. Вот. Хотя атакуют неплохо. Но я лично не верю. Не верю в Крылья. Мне кажется, они сгорят в Москве. Вот. У меня на этот матч будут две ставки. Два прогноза. Первая ставка для тех, кто любит железобетон. Такая верная, верная ставка. Верная. Вот многие хотят верности. Ты должен гарантировать нам. Гарантируй. Гарантируй. Гарантия нужна. Слушай, братан. Гарантия нужна. Объясняю для всех этих товарищей, кто ждет гарантии. Я могу гарантировать только одно. То, что каждый из нас умрет. Кроме меня. Я не умру. Я вас заебывать буду. Вот. Гарантирую, что смерть. Вот. Я могу гарантировать смерть. И все. То, что каждый из нас умрет. Все остальное, все эти игры, букмекерские ставки, это все не гарантировано. Я вам объясняю еще раз. Ставки на спортивные события, это для взрослых дядь. Понимаете? Это игры для взрослых дядь. Детишки играют в Плейстейшн. Вот так играет. Ой, ой. ЮФС, 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 ЮФС. Я в ФИФА играю. Это все игры для тишек. Понимаете? Детишки играют. Взрослые дяди, они играют на деньги. Мы играем на деньги. Я не только делаю ставки. Я еще спор. Вот у меня какой-то... С кем-то я поспорю на что-то. Трамп выиграет, или Байден выиграет, или кто-то еще. Мы спорим на деньги. То есть мы не спорим там типа на интерес. А давай на интерес. Давай на интерес. Подумай, если на интерес. Нет. Взрослые дяди спорят на деньги. Возможно, вы спорите на интерес. Просто вы ребенок. Понимаете? Вы ребенок еще. Но взрослые дяди, они сами ставят деньги и сами проигрывают. И никакой гарантии в этом нет. Чтоб вы понимали. А то многие говорят, надо гарантировать. Гарантировать. Ну, гарантии. Ничего в этом мире нет. Никаких гарантий. Кроме, что нас каждого из нас ждет смерть. Вот. Надеюсь, я вам объяснил, что вставок гарантий никаких нет. То есть это игры для взрослых дядь. Взрослые дяди, где берут свои деньги. Свои деньги. Ни чужие. Ни кредиты. Ни какие-либо еще. Берут и ставят на что-либо. Вот. Проигрывают или выиграют, это уже их дело. Можете между собой ставить. Можете на МНДМки играть. Можете на Сникерсы. Мне вообще не интересует это. Я просто вам объяснил, что никакой гарантии в ставках нет. И я даю всего лишь свои прогнозы. Вот я буду ставить свои деньги. А вы уже дальше думайте сами. Вот. Что-то я запизделся. В общем-то, у меня будут две ставки. Одна железобетон. Вторая для тех, кто любит погорячее. Железобетон это вот там небольшой коэффициент. А для тех, кто любит погорячее, это коэффициент там 5, 8, 12. Вот. Сразу начинаем со ставки железобетона. Это индивидуальный тотал Спартака. Больше двух. Коэффициент 2, 0, 7. Ставку я сделал Букмельский контроль Пари. Переходите на сайт pari.ru. Регистрируйте при регистрации. Вводите промокод контора. Пополняйте счет на косаре. Получайте фрибет 2024 рубля. В общем-то, ну так. Я думаю, Спартак забьет 2. Ну, я абсолютно уверен. Никаких вопросов даже не стоит. Крылья пропустят 2 от Спартака. Ну, в первую очередь, потому что Станковичу нужна победа. Его там уже начинают подозревать, что он пилит просто деньги, приглашая игроков. Ференц Варыш. Вот. И непонятный трансфер он делает. Поэтому ему сейчас нужны победы. И желательно с крупным счетом. И Крылья, это именно тот соперник, который можно победить с крупным счетом. Поэтому 2 гола от Спартака, ну, я вообще даже не сомневаюсь. Это мой железобетон на этот матч. Переходим ко второй ставке. Вторая ставка для тех, кто любит погорячее. Погорячее хочет высокие коэффициенты. Поставить квартиру, выиграть 15 квартир. Вот. Вторая ставка, это общий тотал матча больше 4,5. Коэффициент 4,5. Такой же коэффициент 4,5. Вот. Почему такая ставка? Да я потому, что жду там много голов. Мы, конечно... Я, конечно, считаю, что Крылья мертвые, да? Но как бы они там чешнёк не натворили? Как бы они там что-то не натворили? Потому что с учетом того, что Спартак давно не пропускал, а обороны у Спартака нет, возьмут Спартаку, 4 отгрузят и всё. Я буду говорить, ну, слушайте, а что же это происходит? Что это происходит? Вот. Поэтому я жду там много голов. Прочиска уверен в 5 голах. Уверенность, что там Спартак и Крылья на двоих кидают, забьют 5 мячей, не меньше. Вот. Абсолютно уверенность в этом месте. Коэффициент 4,5. Так что вот такие две ставки у меня на этот матч. Повторяю свои ставки. Это первая, это индивидуальный тотал Спартака больше 2. И вторая, это общий тотал матча больше 4,5. Смотрим футбол. Болеем против Спартака. Против Спартака болеем. Категорически против Спартака, потому что это позор российского футбола. Вот. Нужно обязательно болеть против Спартака. Ну и надо болеть, конечно, за голову, чтобы наши ставки тоже зашли. Всем пока.